Всем добрый день, это проект Редколлегии Читару, меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару и сегодня у нас в гостях депутат Совета Читинского района Екатерина Миняева. Катя, добрый день. Здравствуйте. Катя, вам 19 лет. Да. Я просто сегодня перечитывал новость и, честно говоря, до меня только сейчас дошло, что вы настолько молоды. Вы учитесь? Да. Учитесь и работаете? Да. Вообще, это не очень типичная история про редколлегию с депутатом районного совета. Мы обычно берем комментарии у людей, которые избираются в краевые представительные органы, но Екатерина, наверное, возможно, к сожалению для себя, пока ассоциируется с отцом. Это Артем Евгеньевич Миняева, человек, который известен как депутат Гордума многих созывов, один из крупнейших предпринимателей в Чите, который занимается маршрутными перевозками. Много лет его называют самым богатым депутатом Гордума Читы с доходом около 100 миллионов рублей, человек, который занимается не только маршрутными перевозками, но и оказанием услуг на аутсорсе, по-моему, что-то такое. Да. А Екатерина работает у отца, и вот эта вот ассоциация с отцом, для меня бы она была, ну не то что обидной, но я был бы готов к тому, что меня бы спрашивали Андрей, ну вот в данном случае с вами, а Катя, насколько вот эта вот идея вообще участвовать в политике, особенно в столь молодом возрасте, связана с тем, что вы дочь достаточно известного политика? Не напрягает ли вообще вас эта ассоциация? Я, конечно, была готова к такому вопросу. Нет, меня эта ассоциация не напрягает, я горжусь тем, что я дочка своих родителей, очень горжусь своим папой. Да, конечно, я очень хочу, чтобы эта ассоциация пропала, но я пока не сделала, наверное, ничего такого глобального, ничего суперзначимого, чтобы перестать сейчас ассоциироваться с папой на данном моменте. А мое решение идти в политику, оно было самостоятельным. Конечно, я советовалась с папой, спрашивала у него каких-то советов, рекомендаций, замечаний, что-то еще, но в целом идти в политику, это было мое самостоятельное взрослое решение. Откуда оно вообще взяло с 19 лет? Я себя вспоминаю в 19 лет, я там, наверное, учился на первом или на втором курсе, я вообще не знал, что политика существует. Ну понятно, что у вас немножечко другая история, хотя я не знаю, у меня отец был главой администрации, тоже в какой-то мере политическая должность. Ну я точно в 19 лет не думала про политику, я думала про что угодно, про женщин, про деньги, про веселье, про алкоголь, про поехать куда-нибудь там, ну в какой-то мере про учебу, но никак не про политику. Откуда вообще это? Ну я с раннего возраста волонтерской деятельностью начала заниматься, да, конечно, вместе с папой на его округе. Я участвовала в поздравлениях и там закупке различных продуктов, вывозе ветеранов на природу, ну в организации данных мероприятий. И сама в составе коллектива, в который я входила, танцевали, мы выступали, поздравляли ветеранов, поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, к животным безнадзорным, в приюты мы не раз ездили. И меня, ну очень увлекла эта деятельность, я, ну правда, очень люблю помогать людям, а не только деткам, мы помогали нуждающимся. И когда начала больше соприкасаться с партией, с проектами партийными, с людьми, входящими в партию, посоветовавшись с родителями, не только с родителями, с какими-то старшими своими товарищами, приняла решение вступить в партию. Вы прямо член партии «Единая Россия»? Да. И как? Мне нравится. А что нравится? Ну, во-первых, партия — это люди, каждое региональное отделение — это свои, понятные люди. Меня очень привлекают люди, находящиеся в этой партии. Плюс это партия президента, идеологию, политику которого я всецело поддерживаю. У нас идеология запрещена в соответствии с конституцией страны. Ну, политику президента я поддерживаю. Партийные проекты. Вообще, когда я не была включена так активно в политическую повестку города, края и в целом страны, наверное, «Единая Россия» — это единственная партия, про которую я что-то постоянно слышала. Даже если это были какие-то негативные отзывы или комментарии людей, но она постоянно мелькает перед глазами. И даже тогда я понимала, что это единственная партия, которая, наверное, что-то делает. Может быть, вы слышали про неё, потому что у вас папа член? Ну, в том числе и потому что папа член «Единой России». Но я же не только с папой общаюсь. А что за выбор представительного органа? Почему именно Читинский район? Вы, насколько я знаю, в Чите живёте? Да. А почему Читинский район? Ну, во-первых, я на «Праймерис» познакомилась ещё с администрацией района, с жителями. В целом меня очень привлекает именно Новокрученинская, Александровка. Дорога до Александровки, этот ворот с федеральной трассы — это, наверное, самое красивое, что я видела из природы. Район, он очень активный, жители активные. Они хотят менять свой посёлок, ну что Александровку, что Новокрученинский, улучшать. У них много идей, у них, ну, правда, горят глаза. Угу. То есть вы избрались из Читинского района, потому что нравится Читинский район? Ну да, ну и плюс представительный орган, почему? Ну, во-первых, по возрасту я прохожу пока только в Читинский, ну, как раз в муниципальные органы и, ну, в Гордуму. Ну, в Гордуму, например, мне ещё рановато идти, я пока туда не замахиваюсь. Но вообще нет такого желания в следующем же году выбора в Гордуму Читы? Да, в следующем году, ну, нет, желания нет. Я избралась на пять лет и буду все эти пять лет со своими избирателями. Сто процентов вообще? Сто процентов. А если вам предложат возглавить Новую Зеландию, жить в Новой Зеландии? Ну, Новую Зеландию мне не предложат возглавить, я думаю, да и из России я не планирую езжать, да как и из Читы, из края. Ну, то есть вы говорите, никакие жизненные обстоятельства не отвратят меня от работы в представительном органе Читинского района? Ну, я очень хочу верить и надеяться в то, что никаких там жизненных обстоятельств непоправимых, которые заставят меня уйти, не будет. А, ну, самостоятельно я не приму это решение. А вы думаете, что человек, который получил мандат депутата представительного органа муниципального уровня, может что-то изменить в муниципальном районе? Да, я считаю, что да. А что именно и как? Ну, во-первых, это сбор наказов избирателей, сбор проблем района, в котором я избралась, в Новокручининске, в Александровке их масса. Также это связь с депутатами законодательного собрания, в некоторых случаях с депутатами Госдумы. Это выход на более высокие уровни и решение проблем, но в команде все вместе. А какой план-то дальше? Ну, вот вы сейчас учитесь в институте, в каком? В Забайкальском государственном университете. На кого? На юриста. А почему именно такой выбор? Я со школы очень хотела юристом стать. Прям юристом? Прям юристом. Это удивительно. Я просто в школе, мне кажется, даже не знал, что есть такие люди-юристы. Ну, ладно, предположим. То есть вы учитесь в ЗабГУ, видимо, на третьем курсе? Да, на третьем курсе. Я случайно угадал, так просто прикинул. Вы учитесь в ЗабГУ на третьем курсе, одновременно вы депутат Совета муниципального района, Чеченский район. Да простите от меня боги русского языка за это славосочетание. А что дальше? Вот вы закончите институт, будете депутатом, дальше останетесь в регионе работать или еще непонятно? Будете дальше заниматься политикой? Как вы себе это видите? Или сейчас попробуете, а там видно будет? Ну, конечно, я сейчас только начинаю свой путь. Ну, пока мне все нравится. Пока я не могу сказать, что я брошу политику, уйду вообще, из нее не буду никак ее касаться. Ну, планирую, конечно, получить высшее образование полное. После окончания бакалавриата буду поступать на магистратуру. Ну, конечно, не хочется терять знания юридические, поэтому я как раз работаю юристом. Ну, по поводу политики, пока я не планирую никуда уходить, я только пришла. Скажите, вы дочь, очевидно, богатого отца, как минимум, может быть, и в целом родители. У вас была явная возможность из региона уехать. Почему не уехали? Я уезжала. А и возвращались? Да. Почему? Я после школы уехала, я поступила в Санкт-Петербургский государственный университет, тоже на юриста, только на юридический факультет с углубленным изучением китайского права и китайского языка. Я училась в четвертой школе и изучала долгое время китайский язык. Вот. Полгода я отучилась в Питере. У меня было дистанционное обучение, это был конец ковидных ограничений. Ну, во-первых, мне сам город не понравился, климат. Вот я раньше вообще грезила мечтами о Питере, я постоянно смотрела видео, фотографии, мне так хотелось там жить, я там не раз была. Но я туда приехала и через месяц поняла, что я не могу без солнца, меня этот дождь, тучи, они меня просто удручают. Ну, а по поводу обучения, на самом деле вот сейчас я не вижу никакой разницы между ЗАПГУ и СПБГУ. Потому что, ну, юрист — это такая специальность. Мы проходим одно и то же, и форма подачи материала не особо для меня различается. Плюс люди у нас в регионе, ну, совершенно другие люди, все такие отзывчивые, солнечные, прям как наша погода. То есть вы просто перевелись в Забайкальский госуниверситет и продолжаете учиться? Да. И считаете, что качество образования находится на достойном уровне? Да, я считаю, что на достойном меня всё устраивает. А если бы вас не устраивало, вы бы рискнули это сейчас сказать? Наверное, рискнула бы. Наверное, всё-таки, да? Ну, не знаю, насколько это было бы корректно, но меня всё устраивает. Если у тебя есть тяга к учёбе, тяга к знаниям, то неважно, где ты получаешь образование. Если ты хочешь, ты его получишь. Как прошла избирательная кампания у вас? Интересно. Ну, что было интересно, потому что, ну, мы тут много анализируем избирательную кампанию на краевом уровне, на муниципальном уровне нам никто пока ничего не рассказывал. Как с вашей точки зрения это было? Честно-нечестно, насколько активны были оппоненты? Как у вас, насколько много было встреч с избирателями? Какое настроение вообще у людей? Что вы думаете по поводу явки, очень низкой, с моей точки зрения? Выборы прошли честно, как мне кажется, по поводу активности оппонентов. До какого-то периода их вообще не было видно на горизонте. Потом уже ближе к избирательным дням активизировались мои оппоненты. Ну, в целом, всё было в рамках приличия, в рамках правового поля. Мы знакомы, в хороших отношениях все. Ну, кто ещё думать? С это не как много было? Да, у нас было шесть человек на округе. И два человека прошли? Да. Такая же логика, да? Да. Вместе с вами прошёл коммунистом? Нет. Да, да, коммунист Андрей Жмыхов. Да, Андрей Жмыхов. Я вот сегодня смотрел. Вот, меняела Екатерина Артёмовна 236 голосов. И Жмыхов Андрей Владимирович, как и я, Андрей Владимирович, 304 голоса. Вы прямо с избирателями встречались? Да, мы встречались с избирателями во дворах. Встречи проводили, с коллективами встречались. И как на этих встречах вам? Как вы себя чувствуете? Я тут просто общался с некоторыми кандидатами в депутаты ЗАГС собрания. Они говорят, что самое сложное, что есть, это встречи с избирателями. И, типа, мы выходили оттуда с мокрыми спинами. А вообще у вас как? Ну, сначала первая встреча была тяжело. Ну, было волнительно просто к людям выходить. А потом как-то я переборола в себе этот страх, если его можно так назвать. И, ну, всё спокойно проходило. Настроение... Ну, конечно, я не стодолларовая купюра, я не могу всем нравиться. Но в основном настроения были позитивные. У кого-то были вопросы, претензии. Я всегда была открыта к диалогу, да и как сейчас открыта. Отец как-то помогал в избирательной компании? Советы давал. Ну, слушал, ну, на первых встречах, на первых каких-то выступлениях перед людьми он присутствовал. Слушал мои речи, потом делал какие-то корректировки, заметки. Ну, помогал словом. А деньгами? Ну, деньги на избирательную компанию, можно сказать, напополам у нас получилось. Были у меня накопления и, конечно, семья помогла. То есть у вас прямо были накопления, вы их потратили на выборы? Да. У вас уже было первое заседание, насколько я знаю, советы когда было? 20, ой, 29 сентября. Короче, в конце сентября. Как вам так прошло? Спокойно прошло. Мы собирались уже до этого на вручение удостоверений, со всеми познакомились еще в период предвыборной кампании. Вот, ну, прошло спокойно, все хорошо. Как вам не кажется, что вас не воспринимали, как, с одной стороны, ну, как очень молодую девушку, а с другой стороны, как дочь Миняйла? Или коллеги отнеслись по совету более уважительно? Ну, мои однопартийцы, они воспринимают меня, как Миняйла, Екатерина, Артемовну, как отдельную личность. А с другими, ну, с представителями других партий я, ну, особо бесед не вела, и не могу знать их настроение, их мнение по поводу своей личности. Ну, даже если они воспринимают меня, как дочь Миняйла или, там, самую молодую девушку в совете, это же первое впечатление. Мне кажется, я смогу его изменить. То есть вас, короче, это сильно не парит, насколько я могу судить, да? Нет. Вообще никак? Ну, не то, чтобы вообще никак, но особо я не переживаю по этому поводу. Давайте про Четинский район. Я понимаю, что вопрос, наверное, сложный, особенно сейчас, когда вы только начали работать в совете. Как вам представляется, какие основные проблемы в Четинском районе сейчас? Ну, если говорить про мой округ конкретно, да и вот Алерон, наверное, вывоз мусора, это проблема по всему Четинскому району. А если по моему округу говорить, то это вот Алерон, это внутрипоселковые дороги, в Новокрученинске это переход через железнодорожные пути, это вообще острый вопрос. Ну, и остальные, ну, это самые глобальные проблемы, остальные там уже не более локальные. Например, знаки дорожного движения детский сад просит рядом установить, потому что машины носятся, а сад возле трассы находится. Либо в Доме культуры, в кинотеатре, это единственный 3D кинотеатр на весь Четинский район, в Новокрученинске, очень хотят поменять кресло. Вы можете на всё на это как-то влиять? Да, почему нет? А как вы представляете этот процесс? Я просто как-то представляю, может, как-то иначе представляете. Ну, давайте возьмём переход на Новокрученинске, через железную дорогу вы говорите. Ну, вот это, да, это вообще самый острый, там у них стоит вопрос, но он самый сложный в решении, потому что это, ну, во-первых, железная дорога, что это уже коммерческая организация. Тут вот как раз и, ну, возвращаемся к партии «Единая Россия». Почему «Единая Россия»? Потому что мы работаем в команде, мы знаем об этой проблеме, мы с Екатериной Владимировной Фисун, с Александром Анатольевичем Скачковым, мы выезжали туда, общались с жителями по поводу перехода, и решать эту проблему мы будем вместе, потому что, конечно, одних моих полномочий, их не хватит, но так как я член «Единой России», и мы работаем в команде, мы будем стараться решить эту проблему вместе. Да, мне кажется, что вы, занимаясь политикой, режете себе время молодости. Нет, мне кажется. А чем вы вообще занимаетесь? Вот у вас учёба, немножечко политики, видимо, да? Чем ещё увлекаетесь? Просто интересно. В свободное имеете в виду? Да, конечно, да. В свободного времени у меня практически нету, а так, ну, как и все, я с родителями время провожусь, с друзьями, куда-то за город стараюсь ездить. У меня собака есть, мои любимые. Угу. Овчарки? Нет, овчарка – это папина собака, у меня маленькая, Йорк. Ага. Как вам вообще жизнь в Чите, в Забайкальском крае? Что нравится, что не нравится? Да мне всё нравится. Вообще всё? У меня нету никаких претензий, я прекрасно чувствую себя в этом городе, в крае. Я говорю, вот я полгода в Питере прожила, я вернулась, и больше я никуда уезжать не хочу. Катя, спасибо, что пришли сегодня. Удивительная, на самом деле, история. Я отдельно вообще хотел спросить, вы как-то учились дикции вот этой публичной риторики, или просто вот вы всегда так нормально говорите? Нет, не училась. Вы просто говорите намного лучше многих более взрослых политиков, я вам этот комплимент публично делаю. Вот, я надеюсь, что вы этим своим врождённым, видимо, умением, может быть, отчасти переданным родителям, родителями воспользуетесь для того, чтобы решать проблему жителей Читинского района. Вот, я надеюсь, что ваша работа на посту депутата Совета Муниципального района будет в достаточной мере эффективной. Я надеюсь, что мы с вами не в последний раз говорим, потому что в Читинском районе много проблем, и не всегда депутаты готовы с нами разговаривать. Но вы, слава богу, готовы. Вот, поэтому удачи вам, спасибо за редколлегию и привет отцу. Спасибо вам, я обязательно передам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok